Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова, мы с вами в Дарвиновском музее, и по традиции я или отвечаю на ваши вопросы, или рассказываю о каких-то интересных, необычных животных. И сегодня мы с вами поговорим о бархатных червях. К сожалению, эти прекрасные животные у нас не обитают, их можно встретить только в более теплых областях земли, но тем не менее, если вы такое животное когда-либо увидели, то наверняка вы его запомните, потому что животное необыкновенное. По-другому, по-научному, бархатные черви называются анихофорами. Если перевести название на русский язык с латыни, то оно означает несущие когти. Анихофоры действительно выглядят как червяки, но только с ногами. Но они никакие не червяки. Долгое время ученые не могли понять, куда же отнести с точки зрения систематики этих необычных животных. Но изначально, когда в первый раз их открыли, описали, в 1826 году, их отнесли к полюскам. Казалось, что это какой-то такой слизень. Затем их отнесли к кольчатым червям. Затем их отнесли к чинистоногим. Но оказалось, что их анатомия, их особенности настолько своеобразны, что для них даже сделали отдельный тип. Вот так и называются анихофоры или бархатные черви. На самом деле, об этих животных мы знаем еще далеко не все. Описано их порядка двухсот видов, но, скорее всего, их гораздо больше обитает. Но поскольку эти животные ведут очень скрытный образ жизни, то, наверное, далеко не всех из них мы знаем с вами в лицо. Итак, представьте себе такой милый червяк с лапками, поверхность которого еще и очень такая бархатистая, как будто плюшевая. Поэтому и название бархатный червяк. Но это только видимость. На самом деле, эти животные отличные хищники. Но давайте поговорим сначала об их строении. Что в них такого особенного? Как и у чинистоногих, а они, кстати, таксон достаточно близкий к чинистоногим, считается, что это сестринский таксон наряду с их охотками. Но, тем не менее, есть свои особенности. Если мы знаем, что у чинистоногих есть наружный экзоскелет, который состоит из хитина, который поддерживает форму тела хорошо, и он особенно хорошо развит, например, у некоторых ракообразных и насекомых. Их покровы очень твердые. То у бархатных червей покровы очень тонкие. У них тоже есть покров из хитина. Он состоит из альфа-хитина, а также из пилков. Но этот покров очень тонкий. Его толщина составляет всего-навсего 1 микрон. Поэтому, конечно, такой покров не может являться экзоскелетом. И, по сути, форма животного поддерживается за счет гидростатического давления, изменения давления жидкости внутри тела. У них есть лапки или ножки, но на самом деле их нельзя назвать настоящими ногами. Представьте, это такие просто придатки выраста их тела, в которых, например, нет никаких сочленений. И каждый такой придаток заканчивается коготками. Собственно говоря, поэтому их название латинское – анихофоры, то есть несущие когти. На каждой лапке есть по два когтя. Эти когти помогают им держаться на грунте. Кроме того, если посмотреть на голову анихофоров, то у них есть два усика. Эти усики довольно длинные и мясистые. Эти усики являются органами осязания. Рядом с усиками на голове расположены глаза. Глаза довольно просто устроенные, но, тем не менее, у них есть линзы. И зрение у этих животных, безусловно, присутствует. Там же рядом расположен рот, а во рту находятся потрясающие совершенно челюсти. Эти челюсти имеют терповидную форму, они имеют зазубрины, и это такое прям серьезное оружие. Бархатные черви, они не очень-то большие. Как правило, они бывают размером примерно от 5 миллиметров до 15 сантиметров. 15 сантиметров – это максимум. Самое большое разнообразие, ну, по крайней мере, самое большое количество описанных видов бархатных червей обитает в Австралии. Но есть они также и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, есть они и в Америке. Но, тем не менее, все-таки пока еще, по всей видимости, действительно нам предстоит много узнать и много описать. С чем связано вот это вот их ощущение бархатистости их поверхности. Дело в том, что вот хитин, хитиновый покров этих животных, он состоит из таких мелких чешуек, и еще на хитиновом покрове этих животных много сосочков, каких-то складочек, поэтому создается впечатление такого милого, мимимишного, плюшевого животного. Они действительно выглядят очень приятные. Кстати, те, кто их трогал, говорят, что и на ощупь они тоже очень приятные, потому что покров хитиновый тонкий, он не создает вот такого прочного, прочного наружного скелета. Кстати говоря, благодаря тому, что нет такого твердого хитинового панциря, они еще и способны проникать в очень узенькие щели, потому что их кожа, их кожные покровы, они очень мягкие. Известны они в палеонтологической редписи очень давно. Эта группа животных очень древняя, и, например, известны виды, которые жили 500 миллионов лет назад, и с тех пор они особенно сильно не изменились. И, пожалуй, самый известный древний родственник наших бархатных червей – это галлюцигения, которая была найдена в сланцах Бёрджис. Очень необычное животное с очень необычным строением тела. Тот же вариант, на самом деле, строение очень похоже, которое за полмиллиарда лет практически не претерпело никаких изменений, и она имеет очень много таких древних черт, которые достались ей по наследству еще от водных предков. Какие условия они предпочитают для своей жизни? Дело все в том, что вот этот тонкий слой хитиного покрова, который у этих животных есть, он абсолютно не защищает их от потери влаги. И еще у них есть такая система дыхания, которая свойственна, например, для насекомых. Они дышат при помощи системы трубочек, трахеи. Эти трахеи открываются наружу отверстиями, и, соответственно, это животное через свои покровы тела и через дыхальца может терять достаточно много влаги. Собственно говоря, для предков современных бархатных червей это было абсолютно не важно, потому что предки бархатных червей были животными, обитающими в водной среде, а вот для современных анихофор это очень важно, и поэтому они предпочитают какие-то такие места обитания, где поддерживается достаточно высокая влажность, потому что иначе они могут довольно быстро погибнуть от обезвоживания. Но еще они не любят свет, то есть там, где тепло и влажно, как раз для них самые такие подходящие условия жизни. В зависимости от вида у этих животных бывает разное количество ног, у кого-то больше, у кого-то меньше. Устройство у них чем-то, может быть, напоминает устройство у членостоногих, но если там мы видим четкую сегментацию, то у анихофоры или бархатных червей сегментация не особенно внешне заметна. Ну вот, пожалуй, лучше всего заметны сегменты на голове, потому что голова состоит из трех сегментов. Анихофоры могут быть разного цвета, порой довольно яркого. Они бывают не только черными и бежевыми, они бывают красными, оранжевыми, синими, иногда очень ярких цветов. Вообще животное необыкновенно красивое. Движется оно очень забавно, поскольку, действительно, как я уже сказала, его конечности, это не совсем настоящие конечности, это просто придатки тела. И, соответственно, движение происходит именно за счет гидростатического давления, его изменений. Вот такой вот довольно необычный способ передвижения. Как они охотятся? Это просто какая-то фантастика. У них есть потрясающее оружие. С помощью своих органов чувств, своих чувствительных усиков, а также глаз, анихофоры находят добычу. Передвигаются они не слишком быстро, но сильно большая скорость им и не нужна. Итак, они обнаруживают добычу. Чаще всего это бывает какое-то насекомое или червь или, например, моллюск. Дальше они к своей добыче приближаются и из особых придатков, ротовых сосочков выстреливают такими потоками липкой слизи. Это происходит очень необычно, потому что они не просто пускают прямую струю этой слизи, а они двигают этими сосочками, поэтому ощущение, что у них есть специальные такие два пожарных шланга, которые вышли из-под контроля и они выписывают такие сложные достаточно фигуры. Стрелять они могут на довольно приличное, ну, по сравнению с их размером, конечно, расстояние на расстояние до 30 сантиметров. Что дальше происходит? Эта липкая слизь опутывает все тело жертвы и она достаточно быстро застывает. И в результате добыча оказывается абсолютно обездвиженно. И тут вступают в действие их челюсти. Челюсти у них это просто как два каких-то резака или мощных лезвия. Они находятся во рту и по форме своей напоминают зазубренный серп. При помощи этих челюстей они разрезают покровы своей добычи и впрыскивают пищеварительные ферменты, то есть у них изначально переваривание наружное. Дальше нужно немножко подождать, пока внутренние органы животного, вообще внутреннее содержимое его тела превратится в нечто напоминающее молочный густой коктейль. Ну, а после этого уже можно втянуть всю эту образовавшуюся жижу в себя. Затем они при помощи острых челюстей разрезают свою добычу на кусочки и, соответственно, тоже отправляют ее в рот. Вот такой вот совершенно потрясающий способ охоты, который у других животных мы не можем с вами встретить, его можно увидеть только у бархатных червей. Так что вот такой вот вроде с виду очень милый мягкий такой вот персонаж может оказываться быть довольно серьезным, даже, пожалуй, жутким охотником. Но, пожалуй, не менее интересно, как эти животные размножаются. Несмотря на то, что видов мы знаем пока еще не очень много, у них существует большое очень разнообразие в способах размножения. Ну, во-первых, надо сказать, что они раздельно полу, у них есть самцы и самки. И самцы в период размножения они свою сперму специальным образом упаковывают. Получается, что они как бы запаковывают ее в такую оболочку, которая называется сперматофор. Дальше у некоторых видов самцов есть специальные выросты на голове, выступы или, наоборот, какие-то углубления, в которых они размещают свои сперматофоры как корону для того, чтобы преподнести сперматофоры самки. Но не у всех. Некоторые бархатные черви, самцы, они размещают эти сперматофоры прямо на спине или на боку у самки. И дальше происходит очень удивительная история. Постепенно наружный покров тела растворяется и прямо через кожу сперма попадает внутрь тела самки и происходит оплодотворение. Но у некоторых видов, конечно, не все так сложно. Сперматофоры просто попадают сразу в половые пути самки и там уже как бы все дальше по нормальной обычной схеме. Далее, когда оплодотворение произошло, существует несколько вариантов развития дальнейших событий. Потому что часть видов бархатных червей яйцекладущие, еще другая часть этих животных обладает яйцеживорождением. И еще одна часть этих животных обладает живорождением. То есть у них существует большое разнообразие способов развития. Те виды, которые откладывают яйца, их яйца достаточно большие. Они размером до 2 миллиметров и снабжены довольно крупным желтком для дальнейшего развития зародыша. Те виды, для которых свойственно яйцеживорождение, их яйца поменьше размером. Они не обладают какими-то плотными хитиновыми покровами. У некоторых из них есть желток, у некоторых из них может отсутствовать желток. Но, тем не менее, они развиваются довольно длительное время в организме самки. Часть видов обладают живорождением. У некоторых бархатных червей существует плацента. У них образуется у самок плацента. И в этой плаценте может развиваться сразу несколько зародышей. Причем интересно, что в одной самке могут развиваться зародыши разного возраста. Когда развитие заканчивается эмбриональное, то выходит, ну или рождается, или выходит из яйца уже сформировавшийся маленький бархатный червь, который по всем своим показателям выглядит абсолютно такой же, как большой, только его миниатюрная копия. Он уже абсолютно готов и приспособлен к нормальной взрослой жизни и способен самостоятельно жить и добывать себе пищу. Никакой заботе он не нуждается. Ну и что еще хочется заметить, что процесс развития яиц длится довольно долго. Что касается, например, видов, для которых свойственно живорождение, то процесс беременности самок может по времени доходить до 15 месяцев, то есть больше года. Поэтому, в общем, скорость размножения у этих животных не очень-то большая. Живородящие виды самки приносят в год где-то примерно от 1 до 8 детенышей. У тех видов, для которых свойственно яйца живорождение, у них потомков может быть больше, ну порядка от 6 до 23 потомков в год. То есть скорость тоже не слишком-то большая. Ну что ж, пожалуй, на этом все. Друзья, а вы не забыли вообще подписаться на наш канал. И если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте, не поленитесь, поставьте нам лайк. Приходите к нам в музей. У нас интересно, весело, разнообразно. И мы всегда рады вас видеть. Всем хорошего дня!